Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня у меня небольшое видео. Я хочу показать вам, как себя чувствует мой Фаленоптис Magic Art. Я его покупала в Икее. У меня есть видео о том, как я его пересаживаю. Сейчас ссылка на это видео всплывет в подсказках. И там вы можете увидеть, как я вырезаю у него гниль. Очень-очень неприятную черную, прям мокрую гниль на самой шейке. После этого и пересаживаю, естественно. Я это все делала, кажется, в сентябре. Да, в сентябре. Буквально недавно. И после этого он от такого шока, потому что пришлось срезать очень значительную часть шейки. Я даже думала, что он в скором времени и тургор потеряет, и вообще погибнет от такой операции. Но он только скинул все цветы. Остался только вот этот цветочек. И тот, посмотрите, он с тех пор вот как-то за те 1-2 дня после всей этой операции, он вот так вот резко завял буквально. Все завяли и опали, а этот буквально резко завял и замер как бы. Потому что вот эти лепестки дальние, сейчас я поверну цветочек, они завяли, серединочка у них пока держится. И вот эти цветки, вот эти вот лепестки, они прям как-то замерли. Но на них еще вот и зрительно, и на ощупь видна живая ткань на этих цветочках. И вот он этот свой один цветочек так и держит. И не туда, и не сюда. Ну, я его пока не срезаю, думаю, но если бы он хотел бы от него избавиться, он бы это сделал сам. И верхнюю почечку он пока тоже пока не сушит. Но, в принципе, я от него не жду сейчас никаких цветочков. Я понимаю, что надо быть реалисткой и незачем мучить цветочек. Ну, вот этот он, в принципе, не жив, не мертв. Ну и ладно. Тургер он держит. Я, правда, не помню. Вполне возможно, что он засушил какой-то листик. Или же я... Нет, он не засушил. А наоборот, я удалила какие-то листочки, чтобы добраться до этой гнили. Потому что гниль была в пазухе. Вот я все замазала Максимом. У него было очень много корней хороших. Очень много. И сейчас все эти корни, они все в горшке пропали. Остался буквально один горешочек. И я вам покажу. Вот этот горешочек, вот верхний, я его тогда еще опустила в горшочек, хоть он и с заломом. Ну, этот корешочек, он высох. Корешочки, которые в горшочке, они тоже усохли все. Но зато после этого, через какое-то время, он стал пускать вот корешочки. Три корешочка он выпустил. И этим меня очень радует. Надеюсь, вот он будет жить. Вот здесь вот эти три корешочка видны. И сейчас я покажу, что творится в горшочке. Сейчас попробую камеру зафиксировать. Так, здесь у нас закрыто все. Вот, вот что стало с корнями в горшке. Вот есть намеки буквально на одиночные корешочки, которые, возможно, работают. А все остальное вот так вот, несмотря на то, что корни были хорошие, но во всяком случае казались хорошими, они вот так вот пропали корни. И вот здесь живой растущий корешочек. Вот, и кончик его виден. Маленький такой, зелененький, крошечный кончик. Но то, что уже и в горшочке идет какой-то рост корешка, хотя бы одного видимого корешка, это уже радует. Хотя все остальное вот в таком вот плачевном состоянии. Не знаю, не знаю, с чем это связано. Может быть, ну, не может быть, но... С тем, что в основном, я думаю, что это связано, конечно, в первую очередь с тем, что вот посмотрите, сколько от Кромсона, от шейки. Вот, как бы это показать, чтобы видно было. Ну, вы можете заглянуть по ссылке, в подсказках есть ссылки на то видео, когда я его пересаживаю, все это зачищаю, и увидеть, сколько я вырезала. Вот, замазала Максимом. Вырезать было очень тяжело, кстати. Я прошу прощения, я слишком часто повторяю сейчас слово «очень». Но это действительно было сложным на тот момент. Ну, вот, корешочки сухие прям ломаются с хрустом. И, видимо, поэтому корни перестали в горшочке работать. Потому что я не думаю, что это из-за гнили, который был. Все-таки я успела ее вырезать. Я надеюсь, что не будет продолжения дальше. Вот, кстати, вот видно, вот здесь вот все это, кажется, вырезалось. Тут зачищено. И как раз вот здесь пошел новый корешочек. Ну, я надеюсь, что он жить будет. Тургер он держит. Значит, все-таки какие-то корешочки работают здесь внутри горшочка. Немножко наклонилась сюда розеточка. Ну, это ничего страшного. Они у меня все немножко наклоняются к окошку. И вот так вот он у меня стоит пока на подоконнике. И пока что радует меня тем, что он пришел в себя. Ну, в принципе, он пришел в себя довольно быстро. Вот если я его в сентябре посадила, и сейчас уже октябрь. Вернее, какой октябрь. Сейчас уже начало ноября. И у него он весь октябрь растил вот эти корешочки. То есть он уже недельки через 3-4 пустил вот этот вот самый крупный первый корешочек. Ну, а эти уже позже. И Максимом я его намазала только один раз. Кстати, мне понравилось работать с этим препаратом, с Максимом. И на своих этих бесплатных валенопсисах я его опробовала вот тогда в первый раз. И вот сейчас вот... Да, он сушит, конечно, он сушит. И корешочки он сушит, и всю поверхность он сушит. Хотя на первый взгляд это не всегда видно, потому что когда сначала мажешь Максимом, оно не сразу заметно, что оно сушится. Кажется, что все нормально. Я даже в одном из видео говорю, что Максим не подсушил. А потом это все, видимо, и Максим, и время. Ну, я считаю, наоборот, это и хорошо. Вот подсыхает вся эта гниль. Все эти грибки, все эти патогенные, патогенная вся эта микрофлора, она все это подсыхает, и, естественно, она тоже как бы уничтожается. И пускай, пускай. Главное, что растение сильное и хочет жить. Ну, спасибо вам всем большое за внимание. Вашим орхидейкам тоже сил, крепкого здоровья. И вам тоже. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok